добрый день моя очередная утилизация вот такой свитерок сейчас я его буду кромсать и кое-что из него сделаю вырезала полотно покажу что я буду делать дальше это я когда довязала на машинке свитер поносила немного он не надоел выбрасывать жалко распускать неохота вот я придумала что я сделаю еще у меня есть неудачно постиранное полотенце было бы она темная было бы не страшно так она у меня валяется тут все освещение такое валяется то на полу под ноги ложу то опять приберу в общем сейчас я его тоже пущу дело такой сэндвич получается кусок тюля кусок свитера кусок полотенца следующий этап сейчас покажу что у меня получается я соединила полотенце свитер и тюль со строчила это все по бокам вот так хочу по рисунку чуть-чуть как бы и скрепить чтобы она была более ровная и не разделялась это все три этих полотна и вроде бы как по рисунку слегка такую сделать стежку я уже немножко растягала перехожу из цветка в цветок полностью не буду повторять рисунок не такой важности эта тряпочка ну хочу все-таки легкую стежку скрепления очень жидкой строчкой самой жидкой насколько это возможно такая машиночка у меня там у меня что-то стоит но она мне не мешает и вот сейчас покажу что дальше получается осталось чуть-чуть совсем подровнять и сделать каемочку вот что получится получается у меня не собиралась скруглять краешки но в итоге скруглила пусть будут кругленькими так будет легче обрабатывать сейчас подумаю чем буду обрабатывать еще не думаю нашла у себя огромный рулон но не нашла а я знала что он есть достала помощница мая чихает лакусь сейчас попробую это резинка обработать но она такая очень слабая то есть она пойдет и как тесьма на этом коврике поэтому сейчас я обработаю покажу уже окончательный вариант я обработала с изнаночной стороны одну один раз прошила и второй раз то есть два слоя тесьмы получается и второй раз обрабатываю вот сейчас освещение у меня плохое но у меня обратная сторона дома как сказать не солнечная поэтому сегодня еще день пасмурный поэтому как бы светлее особо не получится ну в общем вот так вот я обрабатываю сейчас закончу обрежу ниточки покажу в готовом виде пристрачивать я закончила но хочу пройти еще раз по кругу чтобы соединить вот эти места обрезаю как раз и ниточки буду по ходу медленно и соединю вот эти резинки чтобы полностью прикрыть срезы этого тройного сэндвича чтобы он не сыпался терпеть не могу когда сыпется какая-то крошка по люблю чтобы пол был идеально чистый поэтому для меня не подходят для меня не подходят края которые которые могут сыпаться поэтому сейчас еще сделаю один круг и тогда уже покажу в готовом виде вот он мой чудесный коврик прям под цвет моих ноготков получился соединила правильно я сделала что соединила эти части они теперь не растопыриваются очень хорошо смотрится думаю что не стоит больше прокладывать строчки и так красиво сейчас я пойду положу где он будет лежать подумаю мне у меня несколько мест куда я могу его положить и все просят ковриков свеженьких и еще один такой коврик получится но небольшой я бы положила в туалет и ванную но получается небольшой я подумаю ванная тоже конечно хочет свежий коврик там у меня все розовая сейчас покажу где он будет лежать очень даже неплохо лег а будет свеженький коврик у меня и 2 наверное все таки смастерю для ванной ванна у меня тоже там с розовым полом в розовом цвете поэтому сейчас пойду сделаю для ванны времени забрала на минут 30 в общей сложности поэтому не сложно все это сделать дать вторую жизнь лакуся тебе понравился коврик тебе коврик понравился да ну ну можешь поспать на нем ой моя умница ты я знаю любишь очень новые тряпочки очень любишь молодец всем пока пока пошли шить второй коврик для ванной будешь в ванной лежат не в туалете идем выходи из туалета выходи не стоит подлежать идем не хочешь но оставайся всего доброго